В Чехракской школе к началу учебного года откроется долгожданный современный образовательный центр. Напомним, что точки роста в районе создаются в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта образования. В Кашхабском районе они уже действуют в шести школах. В этом году их запланировано открыть в Чехракском, Хачимзийском и Казинокужорском образовательных учреждениях. В этом году у нас под капитальный ремонт с точкой роста попали два кабинета. Это биология, химия и физико-технология. Вместе с этими кабинетами лаборатория тоже. Ремонт делался очень, я считаю, что хорошо, качественно, чисто все. В основном уже здесь ремонт закончен, осталось только чуть-чуть там году провести. А в основном он уже закончился, уведомления я уже получила об окончании этой работы. Ну, радости, конечно, нет конца. Радуются учителя, которые будут работать в этих кабинетах, радуются дети. Потому что это не только класс будет, но ко всему этому должны привести еще оборудование в эти кабинеты. В кабинет химии, в кабинет биологии, химии. Чем будут дети заниматься, чем, как они будут работать, все должно привести. Уже привезли ноутбуки в эти кабинеты, помимо того, что у нас есть. Ну и вот эту вот красивую мебель, которая соответствует Санпину, чтобы они должны быть с бортиками. Они, наконец-то, не будут нам приезжать и говорить, что у вас этого нет. Теперь у нас это есть. Эти парты регулируются. Регулируются, конечно, и стулья. И поэтому какой класс здесь будет сидеть, под них будут и подделываться эти стулья и столы. И приобрел нам эту мебель. Мирзов Заур Аскарбевич. Особая благодарность ему, благодарность Осет Хамедовне, которая побеспокоилась за то, что... Потому что я не думала, что так быстро и мебель появится, и кабинеты чистые. Поэтому они не стали пустовать. Мебель есть, все есть. Шкафы прекрасные именно под кабинеты сделанные. Вода подведена. Остается только... Учителя, кстати, которые будут проводить эти уроки биологии, химии, физико-технологии, они уже обучены, они прошли курсы. И поэтому готовы уже к первому сентября обучать этих детей в этих кабинетах. Большая работа по подготовке к новому учебному году проведена в данной школе. По-домашнему уютные классы, отремонтированный спортивный зал, санузлы и душевые. Сразу видно, что здесь созданы все условия для обучения детей. Заметные изменения произошли и в школьной столовой. Вообще дети должны и завтракать, и обедать. И для этого у нас в школе создаются все условия. В этом году, так как пол был в плохом состоянии, мы приобрели линолеум с помощью спонсора нашего выпускника, Тимзокова Руслана Казбековича, он нам помог. Кроме этого, значит, муниципалитет нам выделил деньги. Мы сделали так, чтобы дети могли, значит, теплой водой мыть руки свои. Закупили точно так же с помощью спонсоров, это Любовь Николаевна Величко и Цуканов Николай. Мы закупили посуду и на первое блюдо, и на второе блюдо. У нас есть, значит, один комплект по 100 штук. Столовая у нас, значит, на 60 мест. Дети с первого по четвертый, мы знаем, что питаются они бесплатное питание у них, завтрак. Помимо этого, большое количество детей у нас имеет люготное, значит, они малоимущие, многодетные, дети под опекой, они все, значит, питаются бесплатно. И какой-то процент детей питаются за родительскую плату. Готовят здесь вкусно, повара, значит, всегда чисто, мы за чистотой смотрим. Ну, я считаю, что все хорошо. Актовый зал – это наша гордость, потому что в ремонте этого актового зала, я тогда еще помню, что в очень плачевном состоянии был. И силами, конечно, главы администрации района Заура Аскарбевича, который, даже не задумываясь, выделил деньги и на покраску, и на побелку, и на двери, которые отсюда входные. Значит, и силами, значит, спонсоров, Пшизов, Шон Судин нам приобрел ламинат, который постелен здесь. Помог очень во многом, то есть Ангелов Матил Ибрагимович. Ну, остальные стулья и все остальное, конечно, это наши выпускники. Молодцы, они сразу откликнулись, собрали деньги, и мы на эти деньги купили стулья. Ну, а все остальное, занавески, ковровая дорожка, тоже наши выпускники, когда школу заканчивали. А музыкальный центр, вот этот, который стоит, еще, наверное, до ремонта, я обратилась к Зауру Аскарбевичу на следующий день, а этот музыкальный центр у нас уже был. Вообще, я хотела бы сказать и поблагодарить Заура Аскарбевича, что с каким бы вопросом именно я, именно наша школа, мы не обратимся к нему, он тут же откликается и делает всегда все возможное для школы. Для школы, для столовой, для кабинетов. Мы приобрели позапрошлом году также интерактивные доски, благодаря ему в кабинете русского языка у нас, начальных классов, в кабинете физики, информатики. Эти интерактивные доски у нас есть. За проделанную работу директора школы Зарима Хабеева, в свою очередь, поблагодарила большой коллектив педагогов, технический персонал и родители, которые неустанно трудились весь летний период, чтобы дети 1 сентября вошли в уютные и светлые классы. Дети придут в светлые, убранные, чисто выбеленные, выкрашенные классы. Учебники уже получены детьми, родителями. Это все, значит, библиотекарь выходила, раздавала всем классным руководителям. И, конечно же, пользуясь случаем, я хотела бы сказать, что работать хорошо, когда есть поддержка, когда есть помощь. А помощи, я считаю, что у нас есть, в этом нам помогают и выпускники школы, я уже говорила. Это Тимзоков Руслан Казбекович, это Кустангелов Мадин Ибрагимович, это у нас величка Любовь Николаевна Цуканов, Николай Брантов Руслан, которые действительно все, что могут, они для нас делают. И мы этими средствами, конечно, закупаем, они перечисляют нам деньги. Спасибо, что мы попали под точку роста, что мы, значит, нам в этом году это посчастливо увидеть все это. Спасибо Зауру Аскорбевичу, что он никогда не забывает ни о какой школе и помогает, и в первую очередь делает все возможное, что в его силах. Вот, хотелось бы сказать спасибо и нашему муниципалитету во главе Ася Тхамедовны, что помощь большая от тех работников, которые там работают. Спасибо нашим родителям, которые помогли в ремонте своих, значит, кабинетов, где их дети занимаются. Спасибо другим работникам школы, которые действительно из года в год, значит, это тех персонал, это другие, значит, работники, которые своими силами мы все это делаем. Всех я хочу поздравить с началом учебного года, всем здоровья, благополучия. В целом, все образовательные учреждения района постарались подготовиться к занятиям. Максимально особое внимание уделялось пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, пищеблокам, медкабинетам.